Привет дорогие друзья, меня зовут Дени Марс, мы с вами продолжаем играть в Браво Лэнд. Да ну что ж, у нас какая-то маг стоит, давайте с ней пообщаемся, кто она такая. Это школа целительства, мы ведем закрытый образ жизни и стараемся ни с кем не ссориться. Некоторые наши послушницы уже завершили обучение и могут присоединиться к вам, если вы компенсируете стоимость их учебы. О, мы можем наконец-то магов нанимать, ну конечно же купим, давайте 130, в принципе это очень мощно. Так, 8. Волшебницы, посвятившие себя изучению магии воды и исцеления, магический выстрел у них имеется, 5-7 еще и лечить могут, вообще отлично. Давайте на все купим магов, может быть зря это дело, вот это интересно 6, это у меня, что такое, это 6 имеется в наличии, я могу их купить. А купить максимум, получается я могу 8, и 5 я взял. Ну правильно, как мне в предыдущем видео написали по этой игре, говорит, комментарий я не могу вообще, тит тупой. Да, ну тупой, приходится малость ступить иногда, ну что поделаешь, не без этого конечно же, комментирую же. Обнаружены нарушители, назовите пароль. Мы простые путники, хотим повидаться с Аракином. Нельзя, просто взять и пройти мимо нас, не назвав пароль. Еще как можно, парни, к оружию. Ну что, какие-то стоят рыцари упакованные, смотрю, одурманенные при помощи магии латник, нет особых свойств стражник. Огненный меч наносит усиленный магический урон по цели. Магический урон у нас тоже маги теперь имеются, 5 штучек, хорошо. Так, давайте смотреть, как с ними будем разбираться. Лучников надо сразу же гасить и все. Что здесь церемониться с ними? Вот сюда можно мага будет загнать, сюда можно будет стрелка загнать, чтобы хотя бы с закрытыми быть немножко, чтобы их не окружали. А все остальные в лоб, в упор и так и будем, наверное, и все, в упор пойдем с ними сражаться. Я думаю, будет оптимальное решение. Так, оборонка. Стой пока что. Обороняйся, защищайся. Так, с вилами тоже фермера. Вперед кидаем сразу же. И тоже обороняемся, пока что ждем. Поспешных тут ходов нельзя делать. Так, стрелок. Стрелка надо бы сразу уводить на самом деле. Ну, пользы больше будет, наверное, сейчас от того, что я нанесу лучникам урон, потому что они меня раздражают. Сейчас будут опять издалека бить моих всех нужных мне. Так, а кого ранили только что? Здоровье. Так, сами себя. Давайте, наверное, сами себя и подлечь отпускай. Остановится. Хорошо. Магов надо беречь, они дорогие очень. Такс, гад, ты что себе позволяешь? Я думаю, надо отойти и метнуть, наверное, в него. Так вот отойдем и метнем кинжальчики. С ближнего боя с ним не будем сражаться. Магический урон. Прям видно было красное какое-то такое свечение. Мощный, мощный очень. Но мы мощнее все равно. В любом случае мы его сейчас добьем. Так, продолжаем лучниками бить лучников. Даже им, наверное, сейчас пока что нет смысла бегать. Хотя можно было бы, конечно, спрятаться. Так, кто у нас там, калеченый? Давайте, наверное, фермера восстановим. Ага, восстановил, я же забыл. Так, а вы атаковать умеете? Ну, давайте отойдем сюда, скажем. Будем стоять. Конечно, я сейчас только хуже сам себе сделал для лучников. Если они будут в нее стрелять, у них урон будет выше. С другой стороны, если она умеет бить, она же может бить. Там атака была, ведь она же, да? Она как бы школу окончили. Не только лечат, не только исцеляют. Потом будет польза от нее, в принципе, здесь тоже на поле боя. Боевая именно. Так, опять все на лучников кидаются. Ну что ж, надо убегать тогда. Отходить и стрелять, продолжать. Рыцарей надо добивать. Кто покалеченный? Пять. Я думаю, пришло время восстановить наших с кинжальчиками любимых персонажей. Ну так. Что делаем? Лучников бьем, либо тяжа добиваем уже до конца. Не, наверное, давайте лучника. А то он будет сейчас постоянно так. Разобраться бы с ним. Он к магу пошел. Ах ты, сволочь, знает, кто тут самый важный, кто самый дорогой. Техи пытается бить. Так, ну, пришло время разобраться с вот этим гадом. Самый дальний, спрятанный. Надо его тоже. О, отлично вообще маги. Косой. Хорошо. Хорошо засандалили. Ну что, все. Это твой конец. Надо стать между ним и лучниками, конечно, чтобы спрятать. Чтоб не приближались даже. А лучником, наверное... Может, его добить уже, этого рыцаря? Он мне сейчас тут всех покалечит. Надо избавляться от него. Все на него кажут. Мочим его по полной. А, с этим здесь так будем. А, говорить по-мужски на равных уже. Есть. Есть, одолели. Хорошо. Вплотную. Может быть, зря я это сделал. Больше урона нанесут. Ну да, точно. Ну и так. Отлично. А маг может отсюда? Ух ты, так она вообще по всему полю боя сражает. Ничего себе, она мощная. Вообще универсальная. Она даже лучше лучников моих гораздо. 86 всего лишь пошло на лечение. В принципе, я считаю, что достойно, нормально справился с ними. Может быть, еще одно купить. У меня 249. Хотя, по-моему, какая-то прокачка у меня еще там была, имелась. Надо, наверное, прогуляться, посмотреть, что там есть, что имеется. Может быть, что-нибудь полезненькое найду. Ну, скажем, здесь можно же усилить было, по-моему. Пообщаться с ними. Так. А, все, один раз только. Разово. Больше не работает. Смотрите, да? К кузнецу подошел и все. Как бы горит вот это вот, но она не активная совершенно. То есть, ну, нельзя там ни на кого нажать. Ну, и ладно. В пути, наверное, еще будут встречаться еще, наверное, немало. Всяких разных, дополнительных. Думаю, успеем мы все прокачать и новое оружие может какое-то найти. Это еще что такое за доспех какой-то? В песках вы обнаружили древнее изваяние. Что это похоже на старого, старую древнего короля? Статую. В детстве я обучался у старости чтению книг. Возможно, мне удастся прочесть письмена. Так, это изваяние посвящено королю Эллинору, который славился путешествиями к дальним неизвестным землям. Что это? Амулет ярости начал светиться? Похоже, он обретает новые силы. Вы получаете новые силы ускорения. Отлично. Хорошо. Кстати, забывая про амулет, у меня же еще амулет есть. У меня есть сверхспособность. Надо ей тоже почаще пользоваться активнее. Какой-то меч. Ты же сам нам говорил, что волшебный обелиск где-то близко. И что, когда мы придем на место? Спокойно, спокойно. По правде я плохо учил мистическую археологию. Даю тебе еще одну попытку, маг, чтобы ты показал нам, где находится тот обелиск. Нам наверняка есть чем поживиться. Стойте. А, это кто там? Готов поспорить. Эти парни следили за нами от самой таверны. Быстрее, разделаемся с ними. Допытывают какого-то мага, чтобы он им сказал, где есть обелиск. Но мы его сейчас выручим, и он нам расскажет, где он находится. По-дружески так. Так, держим оборону. Стоим. Никуда больше не идем. Обороняем. Ох, 78. Ничего себе мы его нормально сейчас. Резанули так резанули. Прям вообще хорошо. Так, все проходы надо загораживать сразу же, чтобы никто не мог пройти. Ну и бить надо, конечно, магов, наверное, этих паразитирующих. Так вот сразу же, 45, нормально. Промах, отлично. Промах это хорошо всегда. Так, с кого бы опять бить? Этого, этого. А давайте, наверное, поможем нашим следопытам. Чтобы это попроще было хоть. В следующий раз надо их подлечить, наверное. Ну что, добивай. Нечего ему там стоять. О, 43. Вообще нормальные. Вполне себе сражаются. Сейчас еще и золото заработаю. Так, а вы тут что устроили? Все на одного. Давайте вот так вот. Маги какие-то. Отрядом в целом на моего напали. Кого лечить? Давайте, наверное, фермеров подлечим. Ну, хорошо. Урон наносит 7. У меня уже там получается. Вот как. Ну что, можно накопительный урон сейчас, наверное, использовать по максимуму на ком-нибудь. Нет, попозже. Попозже, в самом конце. Вон, чтобы со мной это не сыграло злую шутку. Когда в самый ответственный момент я захочу воспользоваться и погибну. И не успею это сделать. Ух ты, еще золото. С них выпадает нормально. Мне это нравится. Так, ну, этот самый ближний. По нему полный урон. Конечно же, по нему бьем. Эти отходят. Отступают. Продолжают. Мы к углу загоняем. Ну, он думает, что отступил. И не достигнуть его теперь. Я сейчас возьму урон, как дам по нему этот наш. Не, а лучше мага. По нему больше. Больше. Полноценный круг. Это самое важное. Так, фермеры очень ранены. Из-за этого тоже добиваем его. Добиваем. Есть. Хорошо. Правда, ничего с них не выпадает. Жаль, конечно. Был бы. Пять совых. Отлично. Вот сейчас можно по полной уже пользоваться. Будет, наверное, своим этим свойством, умением. Ну, сорок пять. Хорошо. Ты зачем мага-то трогаешь? Так, убираем. Во. Давайте, наверное, теперь. Огненная стрела. Так, кстати, ускорение же еще прокачалось. Столько разных всяких. Неплохо. Ну, огненная стрела лучше, наверное, будет сейчас. Вполне себе. Ну, и бейте его сразу же. Что с ним? Церемонится здесь? Отлично. Я думаю, здесь без труда справимся. Вообще, абсолютно. Тут расклад силы уже сразу ясен. И мне... Тем более маг у нас. И не один. Можно целить всех, кого хочешь. Так, сдавать. Ага. Исцеление закончилось. Печально. Ну, ладно. И без него справимся. Что с тобой делать? Ну, здесь можно метнуть, в принципе. Вот так вот встать. Где-нибудь здесь. И кинуть в него. Достанет. Да. Отлично. Наши потери. Всего лишь два только, да? И то, и... И нормально, считай. Справился с магом, конечно. Намного теперь полегче, поживее, попроще. Так, чё это за такое? Чё так медленно всё это пропадало и исчезало? Странно очень. Это древний обелиск мудрецов. Мы изучали их на уроках в школе целительниц. Если правильно сконцентрироваться, то можно получить частицу мудрости древних поколений. Стоит попробовать. Похоже, руки надо положить сюда, и... Обелиск даёт вам плюс один к знаниям. Хорошо. Вот это полезно всегда. Что-то игра подвисает. Сегодня вообще проблемы с записей очень серьёзные. Наверное, даже это видео выйдет позже. Как бы не хотелось мне, как бы я не хотел побольше сегодня записать. Не получается вообще. То камера отключится, то ещё что-то завтра в Kingdom Rush будет. Тоже заметить, там много всяких склеек будет. Кошмарище, что происходит. Ужас вообще. Это всё из-за той программы, вот из-за веб-камеры, которая позволяет в правом углу ставить вебку. Пока в левом было по умолчанию, было всё нормально. Вот с ней, с этими дополнительными мультилитами, всегда беда, всегда проблемы. Омнис кратис тарадум, проклятие. Зачем отвлекать меня во веб-камеры, прокрались мимо стражников? Мы хотели наведаться Каракину, но эти ребята не хотели нас пускать. Пришлось разобраться с ними. Глупые жестянщики, даже с магическим оружием не могут разобраться со всякими. Огненный маг, закончивший обучение в Академии Ярости и Пламени Магический Выстрел. Поджигая цель в радиусе трёх клеток, нанося ей магический урон на два протяжения двух раундов. Неплохой такой маг, действительно серьезен. Смотрите, я его действительно могу разрушить, ничего себе. Давайте сделаем это. Издалека. Хе-хе, не буду подходить к нему, может он сблизи так убьёт. Надо тогда держаться подальше от него. Как-то здесь вот так защищать наших. Так, стой, оборону держи. Можно и стрелой в него так же. Алтарь надо рушить. Можно, конечно, его обходить, наверное, стороной. Может я зря сейчас это делаю, но с другой стороны, что-то вы знаете от него ждать, какой там урон будет. Проверять не хочется, если честно. Так, ну что, обойдём его. Вот так вот, наверное, стороной и будем бить. Из-под тяжка сбоку. А хотел оборонять своего мага, но... Я думаю, это долго можно делать. Бесконечно даже. Так, магия. Познай всю силу, всю мощь нашей магической силы. Смотрите, а алтарь, он правда жестокий. Он ещё, ну, заставляет гореть. То есть, он как бы ранит и плюс ещё потом горишь ты. Какое-то время у тебя понижено. Здоровье понижается. Вообще не хорошая, неприятная вещь. Не зря я её начал сразу же рушить. Надо до конца её добивать, короче. Избавляться от него. Так, кого подлечим? Давайте, наверное, наших дружков. Следопытов. Следопыты очень важны. Следопыт вообще сейчас стоит в таком, знаете, положении, что все против него. Надо было немножко... Так, я для него тут подобрал местечко. Давайте вот отсюда, наверное, лучше как-нибудь более надёжно будет. Можно ещё, кстати, вот этого. Есть. Этим добиваем уже. Стрелки. О, уже. Отлично. Вообще хорошо. Вот это мне нравится. Так, ну что, магам можно ещё сейчас повыносить их здесь. Попробуем. 26. 40-48 урон. Вообще нормально, смотрите. 41. Ну что, до конца. Попробуем. Посмотрим. Что мне за это дадут? Да, ничего не дают абсолютно. Так, способность. Давайте, наверное, стрелку сейчас поразим уже. Во. То, что необходимо. Отлично. И ещё сейчас подлечимся. Бесплатно. Хорошо. Ох, что ж ты себе позволяешь, маг? Хватит уже бегать от меня. Ты уже зажат в угол. Всё, тебе деваться некуда. Мы его просто окружили. Так, шаг вперёд и. Ну что, и магии, наверное, добиваем его сейчас. 17-24. Сколько там осталось-то? Нет, смотрите-ка. Живучий. Очень живучий. Несмотря на то, что маг. Маги, они всегда не такие живучие, но урон мощный. А здесь и живучий, и урон мощный. То есть у него всё вместе. 320 трофеи. Хорошо. Я уже и босса тут вижу. Так, ну, прежде чем босс уйти, наверное, давайте закупимся, может быть. Кстати, здесь можно будет усилиться, скорее всего. Как раз меч какой-то дадут нам. С фермерами можно посражаться, думаю. Я вам точно говорю, тут есть местечко, где продаются лучшие доспехи. Вокруги есть даже зачарованные. И мы сможем стать настоящими рыцарями. Само собой, но для начала нужно сколотить немного деньжат. Ох, зря я в это ввязался. Ох, зря. Ну, смотрите, чаша у нас тут имеется к чаще. Чаша, мы точно подходить не будем. Наверное, все действия будут происходить где-то снизу. Подальше от неё. Не хочу я с ними. Связываться. Так, ну, давайте отсюда попробуем. Меткий выстрел. Магов надо выпить. Они самые мощные. По прокачке я заметил. Действительно, дольше всех держатся. При том, что урон такой сильный. Так. Ну, давайте магов продолжать. Хотя, наверное, иммунитет магии против магов всегда слаб же. Это уже такое явление распространённое. Отлично. Ммм, так. Кто самый раненый из вас? Кстати, можно убрать этот значок, а то как-то некрасиво это выглядит. Его только иногда включать. Я его включил и забыл про него. Гады. Гады. Они по всей площади распространились уже. Так, вот сейчас надо, наверное, лечить наших фермеров. Тяжело ему тут придётся. Так. Пора, наверное, отступать как-то. Хотя, с другой стороны, этих всего лишь два. Может быть... Давайте попробуем. Есть. Я это смог сделать. И этого, может быть, сейчас даже добью. Если лучниками в него уже целится. Нет, всё равно выжил. Всё равно выжил. Чуть-чуть. Ну, фермеры остались. Фермеры-то это так себе. Простачки. Да. Самое главное, маги слегли. Следопыт тут один. Против толпы такой. Сражается. Следопыт мне больше всех нравится. У него образ. Мой любимый. Два кинжальчика. Плащ. Всё, что нужно для души. Ну, естественно, по дальним. Нет смысла сейчас. Ближнего и так зарубим. Вообще всех перерубили. Ну что, давайте восстанавливаться. Пришло время. Следопыт сегодня больше всего пользы принёс. Ну, не сегодня. В данной вот ситуации. В данном бою. Самый такой активный. Сказал. Хотя все по чуть-чуть, по маленечку внесли вклад. Так, можно, наверное, ещё и способность ещё сжахнуть и додобить его уже, наконец. Один. Один последний. Всё. Прощай. Двести восемьдесят награды, двести шестьдесят четыре. На лечение ушло всего лишь три. Смотрите, с появлением магов, насколько проще стало вообще в этом плане. Так. Странные ребята оживаются тут. Хотели получить экипировку бесплатно, но не тут-то было. Они у меня зачарованы. И пока печать не сниму, никто их надеть не сможет. Ух ты. Плащ. Охотничий плащ. Нет особых свойств. Броня, знания, плюс один. Нормально. Так, это что за шапка такая? Нет особых свойств. Броню добавляет. Я думаю, вот это лучше. Здесь плюс ещё знания. Ну и вообще сам плащ. Плащ, это всегда красиво. А я могу и то, и то купить, что ли? Нормально вообще. Денег хватает. С лихвой. Закупились. Вообще не зря, чтобы сражался, значит, с ними. Конечно, можно было бы ещё что-нибудь прикупить. Ну, каким-нибудь бойцом себе. Как у меня там с отрядом дела обстоят. Одна ячейка свободная. Но больше магазинов других нет. Пять из восьми. Да, можно было бы закупить. На самом деле, так-то одного следопыта можно взять. Одного мага, может быть. Денег сейчас не хватит. А идти в самое начало, это слишком далеко. По пути, может быть, встретятся ещё очередные школы. Не знаю. Далеко бежать. Так, кто у нас тут простой? Я с боссом сейчас не хочу сражаться. С боссом, наверное, рановато слишком. Вот как раз перед боссом. Надо сходить за покупками. Хотя, с другой стороны, вот этот видно с молотом. Мы с подобным уже сражались. Может быть, сразимся и сейчас. Давайте попробуем. Я хочу сегодня босса одного хотя бы убить. Мы давно хотим открыть свою кузницу. Делать мечи и доспехи. Но на всё это нужны деньги. А где их взять? Как нельзя завевавшихся путников вроде тебя. Зазевавшихся. Ой, да это простаки. Нормально. И пожёстче видели ребят. С этими мы справимся. Так, ну что будем ждать, когда сами подойдут? Да они не подойдут. Это маги. Да молот у них там зачарованный. Будут бить издалека. Поэтому бежим вперёд. Что остаётся делать? Держим оборону. Тоже держим оборону. Хорошо. И все наследопытов. Ой, научника. Что вы себе позволяете, гады? Бьём. На, держи. Но зато больше копится. Наш этот гнев, способности. Так, ну можно восстановить, в принципе, как раз. Учника. Раз на то пошло. Если они такие жёсткие. Отходим. Отходим, наверное. Не надо сближаться с ними. Пускай они ко мне идут. Ну и здесь тоже, наверное, лучше как-то вот так вот отойти. А то окружат вот так вот со всех сторон. И как начнут меня бить беспощадно. Вышник против вышника работает. Ну у них неправильная тактика. Ну если судить по тому, что нас учили, надо бить всегда ближних. Этот стоит далеко и стреляет нашего вышника. То есть у него самый минимальный урон получается. Ну то есть вообще бесполезно. Зря он так делает. Но мне же лучше даже. Так. Куда ты собрался? Стоять на месте. Бояться. Растянулись по всей площади. По всей площади. И все хотят, по-моему, сейчас атаковать конкретно улыжника. Все на него навострились. Если посмотреть, они конкретно к нему двигаются. А этот всё промахивается. Косые. Спрашиваются, зачем издалека так стрелять, если вы промахнетесь. Они сами наверняка это понимают. Так. Ну что ж. Надо лечить, наверное. Отлично. И следопыта вообще надо отсюда уводить. Что-то выходит всё из-под контроля уже, смотрю. Вот так вот, наверное. Подальше. О, 60. Вот это он бахнул мне. Гад такой. По роже прям. 74 убил, гад. Вот урод. Такс, надо вообще с ними не церемониться. Надо вот этих самых ближних бить, пока они не подошли к моим вот этим. Кто издалека могут бить. Он таким молотком меня разнесёт же. Добивай его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дела плохи вообще. Вот этого надо с молотом бить. Самое главное. Ещё и по магам. Возможно, я проиграю. В этой ситуации. Ну, ладно. Раньше времени не буду ещё говорить пока что. Ещё есть здоровье. Есть жизнь пока что. Лечение. Всё, закончилось. Не будет больше пощады нам. С молотом. Хороший у него урон. У него хоть с ближнего боя, хоть магией своей-то, электричеством. Что так, что так сильно бьёт. Так, надо отходить, короче, да со спины пить. Эх. Потерял всех. Магам тоже не выжить, скорее всего, теперь. Ты что ко мне приближаешься? Уйди от меня. 9. Всего лишь 9. Маленький урон. А этот 24. Хотя далеко стоит. Как так вообще получается-то? 12. 50. Всё. Я не выиграл. Это проигрыш. О-о-о. Поражение. Ну ладно, первое поражение. Надо понимать, что здесь есть новый уровень. Зато, смотрите, стойкость. Надо было подготовиться к нам обои раны на босса полис. Хотя я знал, что всё-таки с боссом не справятся. Поэтому, вроде всё равно, хоть чуть-чуть что-то заработал маленечко. Как раз, может, магов сейчас прикуплю. Либо магов, либо пехоту взять. Я не знаю даже. Не, лучше магов. Маги, они вообще мне очень сильно нравятся. Они прям реально помогают. Матч-реванш будем брать? 75 всего лишь. Я не знаю. Давайте, наверное, матч-реванш возьмём уже в следующей серии. В принципе, мы сегодня и так нормально таких полезных дел сделали. И первое поражение увидели. Понятно, что здесь лёгкой прогулки дальше уже не будет. Даже здесь натыкано один босс, второй босс. Но зато, если мы дойдём, там видно в конце лежит какой-то меч. И, скорее всего, это самая главная награда. Я сделаю всё для того, чтобы поддержать этот меч в руках. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, если вы ещё этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok